Кажется, я только что понял, почему люди снимают вертикалки. Оказывается, телефон при видеосъемке очень удобно держать в левой руке. Всем добрый вечер, меня зовут Андрей Скоробогатов. Я расскажу и покажу вам некоторые функции умного дома. Давайте представим, что мы пришли домой. Нажимаем стандартную кнопку «Я дома». Вот включается свет в необходимых вам помещениях. Квартира снимается с охраны. Выключается видеонаблюдение. Естественно, вряд ли кто-то захочет, чтобы его снимала собственная камера. Проходим в гостиную. Здесь у нас тоже есть панелька со сценариями. Давайте нажмем сценарий «Гость». Естественно, включается необходимое освещение. Включается какая-то развлекуха для гостей. Может быть, это заранее запрограммированный плейлист или радиостанция. Телевизор сразу наготове. Опять же, кухня. Захотели мы гостям продемонстрировать кино. Нажимаем сценарий «Кино». У нас медленно огаснет свет, как в кинотеатре. Система переходит режим просмотра фирма. Пожалуйста, выбираем фирм. И включаем. Выбор перечный, молотный. Здесь есть такой пульт. Пультик потом покажу. Так, что же у нас есть дальше? У нас есть режим релакс. Режим релакс включает радиостанцию с приятной, расслабляющей музыкой. Может быть, какие-то фотографии на экране телевизора. У вас включается RGB-подсветка, если хотите, как в спа-зоне. Меняют разные цвета, причем очень плавно. Видно? Надеюсь, что видно. Так. Ну, например, сценарий. Давайте сценарий ночь. При сценарии ночь у нас, естественно, выключается вся техника. Закрываются шторы. Свет гаснет. Свет по таймеру, чтобы вы успели добежать до кровати. Можете выставить в любое время. Здесь специально задан короткий промежуток, чтобы вам продемонстрировать. Захотели вы встать ночью с кровати, точно так же нажимаете на эту же кнопку. И у вас, опять же, по таймеру на короткое время включается свет в санузле и, собственно, для подсветки в коридоре. Так. Сценарий утром. В общем-то, в обратной ситуации у вас включается свет, открываются шторы. Включается телевизор на первом канале, если вы любите смотреть новости. С левой стороны тоже у нас сценарий есть. Давайте посмотрим сценарий. Кстати говоря, в любом помещении, неважно, будь то гостиная, спальня, при выходе из спальни, я считаю, очень актуально кнопка выключить все. Она, естественно, выключает все в комнате, всю технику. Ну, ушли вы из комнаты, естественно, с одной кнопки это удобно сделать. Что тут есть еще у нас? Есть режим ужина. Обратите внимание, как будет включаться свет, ступеньками будет зажигаться, ровно как и музыка. И эти светильнички зажглись. То есть, хочу этим самым продемонстрировать, что свет можно программировать со ступенчатым включением. Ну, не знаю, пофантазируем, мы пришли домой, включили я дома, у вас длинный коридор, который проходит через несколько, так скажем, комнат до кухни. И для пущего эффекта можно включить последовательное ступенчатое включение света. Что еще можно сделать? Кнопка уборщицы. Просто нажимаем, и ко мне приходит уборщица, убирает квартиру. Ей поступает смс-уведомление. Кнопка проветрить. Очень полезная кнопка. Она открывает окна для того, чтобы проветрить. В общем-то. Ну, что, у меня даже вытяжка... Готовка. Даже вытяжка включилась. Включился свет. В зоне кухни включилась вытяжка. Работает. Пожалуй, завершим все это безобразие тем, что нажмем кнопочку. Я ушел из квартиры. Соответственно, выключается весь свет. Закрываются окна. Перекрываются стояки с водой. Заезжает работа пылесос. Начинает работать в мое отсутствие. Так как я не люблю это жужжание. Она меня раздражает. Ножка в трассанузел. Естественно, в умном доме нужен умный унитаз. Давай открывайся. Естественно, в санузле также нужен кейпад со сценариями. Обязательно кнопка музыка для комфорта гостей. Хотите, сделайте потише, после лучшей. Есть кнопочка ТВ. Она позволяет перевести звук с телевизора в санузел. Ну, актуальным для футбольных болельщиков. Ну, естественно, выключить все. И свет, и музыку выключает. Пожалуй, все. Поехали.